вам понравится что я уже начала снимать видосы блин ладно всем привет меня зовут делить и это так и сегодня я отвечаю на вопросы так называться знакомства этот наипрекраснейший тэг мне передала замечательная девушка наталья константинова и такая чумошная даже не помню ее ник но ник у меня совсем другой у меня на домочке ползает таракан а еще не извиняюсь душу потому что я поставила свою камеру на холодильник потому что у меня нет тут штатива и холодильник шумит поэтому скорее всего будет какой-то небольшой шум но я надеюсь он вам не помешает первый вопрос твое имя меня зовут попова диана второй вопрос в каком городе ты живешь и твой возраст я живу в городе глазов я тут учусь а проживаю я в селе шаркан это родина толпабая находится в удмуртии где ижевск где автомат калашникова кто понял не знаю сопоставил какие-то вещи то следующий вопрос а сколько тебе лет мне 17 лет на какую тему ты будешь снимать я уже снимаю видеть и снимаю видео я на тему то есть изначально у меня была такая тема так как такая как показать жизнь обычные девчонки которые не в петербурге не в москве не в екатеринбурге не в большинских городах которые живут в какой-то небольшой деревеньке и показать вообще ее 6 ее мысли то что как она все чувствует видит вообще что она думает на те или иные вещи просто большинство видеоблогеров они из больших городов и они имеют богатых родителей и даже если не богатых родителей то они могут себе позволить например куда-то там ездить за границы там ходить на какие-то туссы классные там московские тусские а я нет а я бич хочу вам показать мою жизнь как живут обычные люди как живет больше половины страны чтобы все видели что не только вот те видеоблогеры которые снимают в столицах нашей страны столице в москве что есть такие же люди как я и они тоже могут снимать видео они тоже могут радоваться как-то отдыхать встречаться с какими-то интересными людьми и все тому подобное в общем да как часто будут выходить твои видео видео у меня так как я человек творческий а еще и ленивый еще и занятой видео у меня уходит редко я могу выложить три видео в неделю могу выложить одно видео в год такое тоже у меня было поэтому да я все таки буду конечно стараться но я не обещаю потому что когда обещаешь нужно выполнять а я как еще раз говорю натура творческое обещание выполнение не по моей части о чем твой ник делить меня не билете я не знаю просто типа я леди какая же я леди если я снимаю видео в кепке я какая-то пацанка а не делить близкие друзья которые со мной знакомые вот они меня называют не очень приятно и это не из-за того то что у меня канал не леди а просто потому что они не называют и и как быть и леди типа я леди наверное а может я не леди я не знаю может я буду становиться леди может вы будете наблюдать мой путь от становления пацанки леди почему-то стала снимать видео я просто не знала куда направить свой творческий порыв куда его только и не направляла я писала стихи пела песни там не знаю ходила в театральные кружки проводила какие-то мероприятия выступала где-то но вот это мне больше как-то по душе в принципе как и все другое но вот это интересно просто еще один знак монтировать надо снимать что-то интересное как бы мне это нравится мне нравится и я почему-то решила что нет провала для себя в съемке конечно пробовала посмотрите у меня там больше 50 видосов конечно я пробовала как предмет поэтому я помимо своих видео участвовала и других людей как актер вот я еще немножко актриса актриса погорелов отец тропы по устройстве ты будешь снимать на сковородку по моему мне кажется прошлом видео понятно что у меня только сковородка есть чтобы снимать что-то самом деле я вообще ущербный человек я потеряла свой телефон который был с хорошей камерой мне пришлось купить так как я говорю у меня родители не миллионеры и поэтому мне пришлось купить самый тишманский телефон причем даже на свои деньги я студент какие скажите могут мне большие деньги чтобы я купила себе нормально я купила самый тишманский телефон чтобы у меня был и конечно камера там какашка и сейчас я попросила мыльницу понимаете мыльницу там у кого-то там вообще левого человека и снимаю на неё дома у меня есть хорошая камера и когда я перейду домой это будет уже в следующем месяце то я буду скорее снимать на мой нормальный большой фотоаппарат и будет всё на место сейчас я снимаю пока на сони влоги я снимаю на мыльнице потому что там сама камера лучше но сейчас у меня ничего нет я вообще как-то бич бич девятый вопрос как ты узнала про ютюб кого смотришь на ютюбе и я узнала про ютюб ютюб благодаря кати клэб я нашла видео вконтакте посмотрела потом мне стало интересно я перешла в ютюб и короче начала смотреть я вообще катю клэб смотрела по моему где-то с 2011-12 года где у нее было что то ли 10 тысяч подписчиков то ли 12 то есть не миллионы у нее еще были и даже не 100 тысяч подписчиков у нее было очень мало я вот помню вот я такой классный катя клэб который еще училась в школе и она мне очень нравилась она очень она вот была какая то не пафосная что ли то есть она была очень простая она была такая же школьница и как бы просто она мне нравилась нравилась как человек и она была как то искренне настоящая она ничего не рекламировала ни какие-то ужасные вещи которые она сейчас рекламирует и не знаю раньше она мне реально нравилась сейчас мне нравится лишь ее картинка но если есть деньги можно сделать картинку хоть кому угодно хоть даже мне можно сделать замечательную картинку но для этого нужно лишь финансы и внутреннюю какого то а не знаю я как сказать глупая я я я точнее я уже сейчас смотрю очень мало и раньше я смотрела вообще почти всех ютуберов которых только можно сейчас я смотрю Константинову Наталью Колю Молчанову провинциального актера и Наливайку Никита его зовут или как я не знаю короче наливайку все я больше никого не смотрю мне не интересно я не любительница теперь ничего с одной стороны я считаю что это правильное смотреть в других блогеров потому что ты все равно как губка ты смотришь ты себя впитываешь потом снимаешь видео и у тебя такое ты не специально но начинаешь подражать и видео получается не оригинальным как будто ты под кого то что то косишь и поэтому я думаю что проще и лучше будет никого не смотреть смотреть только своих знакомых как ты с ними соприкасаться в этом деле и все вот так следующий вопрос это десятый вопрос кому передашь тег это так и передаю всем кто хочет начать снимать видео что добро пожаловать снимайте монтируйте выкладывайте у меня нету просто друзей на ютубе кому бы я могла передать все мои друзья на ютубе которые снимают видео они уже сделали этот тег и поэтому осталось только тем кто начинает кто в себя верит кто хочет что то интересное сделать какую то позитивную ноту добавить ютуб и так с вами была деледи надеюсь вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал с вами была деледи пока пока